Если коротко, самое главное, наверное, это достижение результата, которое мы сегодня добились. Это самое главное. Что касается содержания игры, можно как бы ее разложить на несколько частей. Это до забитого гола где-то и до второго нашего забитого гола. Уже после второго было полегче. До этого была напряженная игра. Что касается первого тайма, то есть неплохо действовали вначале, забили гол со стандартов. И имели еще предпосылки для взятия во втором тайме. Единственное, что, наверное, не очень обрадовало, это то, что очень много было невынужденных потерь, из которых соперник, при особенно развитии нашим атак, мог воспользоваться. Наверное, это немножко как бы не радовало. Что касается второго тайма, то неплохо, как говорится, вышли, опять же, начали создавать моменты. Моменты, забили гол, ну и как бы там вышли замены. То есть и уже после забитого гола, наверное, уже Брест тоже раскрылся. Началась такая обоюдная игра на встречных курсах, где мы потом еще и забились. С пенальти атаку где еще могли реализовать. Единственное, что в конце, конечно, не понравилось, то пропущенный гол. Ну, вопрос. Скажите, вы устали за это, друзья? Лично я, либо команда? Лично. Ну, как сказать, наверное, в первую очередь, ладно, чтобы команда не уставала. Я могу стать, а мне важно, чтобы была команда готова. Команда устала, конечно? В некоторых моментах, да, но я думаю, что мы всех в одинаковых условиях. И Брест ездил, да, далекий выезд. Мы играли тоже далеко в Пинске и еще, к тому же, я сказал, для болельщиков сыграли, наверное, интересный матч. Затратили очень, наверное, много сил и энергии потрачено было в этой игре противостояния. Артем Викторович, был заменялся сегодня в вынужденном мире на 23-й минуте, но, да, он остановился, но, можно сказать, не совсем не было зло. Есть какая-то революанская ситуация? Пока тяжело сказать, но, видите, после обследования, наверное, будет. Но, к сожалению, скорее всего, что это рецидив, то есть травма, которую он получил, к сожалению, наверное, скорее всего. Не знаю, пока они ничего с докторами не общались. А вторую игру у Ивана Бахера не удавились пенальти, это психология, может, как-то исследовали с ним? Ну, я думаю, что это не психология, это, ну, что касается этого пенальти, второго пенальти, то, что он не забил, это ничего страшного в этой игре. Что вот этого пенальти касается, я думаю, что, скорее всего, у нас есть такие, как бы, договоренности, то есть футболист, который зарабатывает пенальти, он не бьет. К сожалению, у него Ваня, наверное, думает просто так, но это говорит, но как бы нарушил он игровые вещи, которые нельзя нарушить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!